Друзья, я вас приветствую на канале о сложенном просто. Меня зовут Сергей и сегодня мы с вами продолжим тему плагинов. В частности, мы будем говорить про реализацию системы плагинов на базе сборки ASP.NET, которая называется UpDefinition. Вернее, сборка это моя, но она для ASP.NET. И я покажу, как плагины использовать в более масштабном варианте, если так можно выразиться. Напомню, что есть такое понятие плагин, есть такая штука, которая называется оболочка. И вот перед вашими глазами на экране вы видите основные принципы работы системы плагинов. То есть есть одна общая точка, в которой собирает эти плагины, которая может их увидеть, может их показать, может их заблокировать, ну и так далее и тому подобное. Не будем на этом задерживаться. Я вас призываю подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео, в том числе. И я зову вас на busty.tu.slashkolobongo. Ссылка в описании, ну и на экране она тоже где-то будет. Давайте переключаться в Visual Studio и начнем серию упражнений, уже новую серию упражнений с плагинами. И, в общем-то, мне кажется, это будет интересно, потому что более сложный материал. И так, в прошлом видео мы сделали три проекта. Первый из них называется Plugins, ну Plugins Shell. В противном момент Shell, что это оболочка, которая имеет папку Plugin, в которой мы копировали сборки из других проектов. Первая это Library, просто, которая класс Library обыкновенная, ни больше ни меньше. Выглядит она вот таким вот, примерно следующим образом. И здесь ничего нет, кроме как раз тех самого Definition, которые мы делали, и некоторого интерфейса, который мы, вернее, я грозился перенести в новый проект, и мы это сделали. Также у нас есть третий проект, который называется Web API Plugin, который построен на базе ISP.NET Core приложения, со всеми вытекающими отсюда последствиями. И именно вот эти вот две сборки вы здесь видите. Первая как раз вот этот Library, вторая Web. Ну и еще раз, я сказал, что так можно делать, но это не очень, как это сказать-то, ну в общем не комильфо, да, то есть не нужно так делать. Теоретически вот этот вот Definition нужно сделать в отдельную сборку, которая тоже будет в Class Library, подключить в этом проекте, оттестировать. Для чего это делается? Почему нет? Потому что вот в этой вот концепции проверить то, что это работает, на самом деле, пока вы не скопируете, у вас не получится. А если вы сделаете приложение, в котором сделаете отдельную плагин, ну в смысле отдельную Class Library, в котором вы нествуете плагин, и только его будете переносить в ту папку, это более эффективный вариант. Более того, вы сможете его проверить здесь. Ну это на тот случай, если у вас команда аутсорс, кто работает там вне вашей команды, где-нибудь там, за пределами, да, вашего предприятия, вашей компании, они могут отладить эту сборку и вам отдать только дейлерку, это на самом деле более правильный вариант. Ну и как это работает? Это работает очень просто. Есть приложение, есть, в котором есть плагины, и вот это вот приложение, вот этот вот метод, он прилетел из сборки, которая называется Gritting, то есть из Class Library, а вот эта лоуд дата уже прилетела из того самого, который я показал, второй, это Web API, в котором есть загрузка, собственно говоря, документа, который передает спиды по названию. Я вот так вот это вот показываю, как это работает. Ну и теперь, про что сейчас? Да, мы будем говорить про контракты, ну это на самом деле сборка, которая стоит уровнем выше, если говорить про то, как это примерно должно быть, давайте покажу таким образом. Я рисовал в прошлом видео, вот как бы от руки, по-быстрому, что есть такая сборка, которая называется контракты, ну представьте, что здесь написано контракты, даже вот так вот можно сказать по-английски, и тут на самом деле это может быть название Core, или там интерфейсы, неважно. И в этой сборке лежат все интерфейсы, которые существуют в вашем приложении. Дальше, под ней, то есть ссылка приходится вот сюда, находится непосредственно ваша Shell, в котором вот этот вот контракт и присутствует, в том числе без реализации. Хотя бывают и дефолтные реализации, ну например, допустим, загрузка файла по молчанию, или там мы делали такую штуку, что в текстовом файле читается, выводится наружу, вот если он не выводится, если нету реализации где-то в других модулях, то можно использовать какую-нибудь по умолчанию реализацию, которая лежит в контрактах, так обычно делается, это нормально. Ну и у нас были еще такие, так называемые модули, у нас их было два, давайте вот так зачеркнем, я вот так вот, да вот, в котором просто была library, и вторая, которая через API. Так вот, вот эта вот сборка, как я сказал, может быть, инреференсом пойти сюда-сюда, и здесь уже будет самая реализация, ну то есть implementation, да, вот так вот я скажу. Соответственно, когда эти модули вот таким вот образом попадут вот в эту вот папку плагинов, то вызов из метода конкретного контракта будет вызывать реализацию, которая находится в конкретном сервисе. Я надеюсь, что понятно объясняет. Так вот, для того, чтобы это все реализовать, нам первым делом нужно как раз и реализовать вот эту вот сборку, давайте этим и займемся. Если говорить про новый проект, то вот этот проект должен также шариться, если так можно выразиться, то есть раздаваться в другие проекты, в частности в Shell, в модули, которые мы будем создавать для этого Shell. И правильным вариантом было бы, наверное, сделать какой-нибудь Nuget пакет, чтобы его можно было просто ставить, обновлять, версии и все такое поддерживать. Но я не буду пока так, давайте пока закроем. Я не буду делать Nuget пакет, если будет интересно, пишите в комментариях, мы сделаем его. Ну а пока я вот нашел Shell, я здесь сейчас нажму создать новый проект. Да, Library, это будет класс Library, пусть он называется ColorBongo, это мой namespace, plugins, ну давайте так называем, common tracks. Да, вроде бы правильно написал, пусть лежит в этой же папке. С точки зрения разработки и удобства, это должен быть отдельный проект, который как бы легко шарит между другими проектами. И в моем случае, ну пусть будет так, но имейте ввиду. Итак, у нас есть Library, здесь вот есть Gritting Service, я теоретически могу вот так вот его вырезать и забрать его вот в эту сборку. Как я и говорил ранее, вообще класс 1 можно удалить. Вот он мой проект, который содержит теперь уже iGritin Service. Ну и с точки зрения банальной эрудиции, теоретически, да, я могу здесь также... Давайте, наверное, сделаем по правильному, да, вот у нас файл контент. Я здесь для того, чтобы можно было тестировать, создам еще один новый проект. И это будет, где он, New Project, это будет тот класс Library, который будет здесь содержать только сборки. Причем, то, чтобы, собственно говоря, становилось на обращаемое колобонго, пусть называется Plugins. И здесь у нас был, что там, файл, лоадер какой-нибудь, вот такой вот. Этот, ну, не важно на самом деле, как называется, в данном случае, не важно, а вообще, да, конечно же, это важно. И я теперь здесь опять так же поставлю Nuget пакет, который называется AppDefinition. AppDefinition, сейчас я на него, надеюсь, найдет. Definition, вообще-то привычка, кстати, как колобонго, да, вот он у меня есть. Install. И теперь я могу взять вот этот вот Definition, Ctrl-C, здесь вот Ctrl-V, здесь могу теперь Common удалить. Удалить, здесь могу удалить вот этот файл, ну, и, естественно, сделать референс на проект файл лоадера, так называемый модуль. В общем, то, о чем я говорил в самом начале. Этот проект для, вот этот проект для тестирования, вот этого, собственно говоря, плагина, вот этот плагин и отдается, ну, в тот проект, который называется Shell. Ну, мне кажется, здесь как бы все понятно. Теоретически нам нужно поправить референции, это сделать вот так вот легко и просто, вот таким вот образом. Так, вот API. Ну да, мне здесь нужно тогда еще установить немножко, так, где у нас Microsoft, вот, вот этот вот пакет. Ну, и опять же, я вас призываю не забывать про обновление Nougat пакетов. Упс. Это, на самом деле, может решить кучу проблем. Итак, есть плагин. Так, у нас еще две ошибки. Да, нам здесь нужно поменять namespace. И давайте вот так вот во всем сооружении. Итак, я пока доработал предыдущий проект, чтобы он был более правильный. Наверное, нужно было с этого начинать. Ну, теоретически я все поправил, я сейчас проверю, что он работает, а потом его интерфейсы мы будем выносить в другое место. Вот. Так, у меня здесь не работает, потому что что-то я не добавил, а это именно вот здесь. Это теперь у меня в другой сборке. Теперь definition вот здесь не работает. Так, я up definition. Вот. Я здесь должен добавить... Ну, смотрите, как я делаю. У меня теперь два проекта, и в одном у меня, так называемые, вот эти вот самые definition, я делаю здесь такой файл-заглушку, которая называется File Loader Definition Set. Вот так вот я делаю. То есть все definition, которые в этом файле, в котором в этом проекте могут быть, я делаю по такому образу и говорю, что это у меня, ну, какой-нибудь стаб-заглушка до старта. И, соответственно, я теперь могу сюда сказать type of, то есть добавить еще один проект, который будет отбираться, в смысле, подключаться к моему проекту. Это File Loader Definitions. Ну, вы можете назвать его там, как стаб, например, или еще каким-нибудь образом, там, я не знаю, ну, пусть называется File Definition Entry какой-нибудь, ой, Entry Point. Вот, вот про что я говорю. Соответственно, теперь можно это запустить. Теперь мой главный проект .web будет знать про то, что есть где-то какой-то definition, ну, и, как вы видите, вот он заработал, и даже отлично показывает то, что он, собственно говоря, должен показывать. Нажимаем Stop, теперь этот файл готов. Далее нужно сделать следующее. Мы заберем из этого проекта, давайте я это еще позакрываю. Нам вот этот проект нужен для теста. Мы про него забываем. Это для того, чтобы можно было проверить, что вот этот плагин будет работать верно, поэтому у нас команда, которая якобы создает этот плагин, создала себе проект для его теста. Ну, вот этот вот проект мы будем экспортировать непосредственно, а вот про этот вот проект мы забываем. Раньше мы его тоже экспортировали целиком. Итак, мы из этого проекта находим тот самый сервис. Давайте вот так вот, Ctrl-X. Я его по образу и подобию вырежу, поставлю в Shell. Вот как раз вот эти вот контракты. Теперь у меня здесь есть и второй контракт, который iFileContentService. Ну и, соответственно, у меня все остальные проекты сломались. Давайте я здесь сделаю Build. Ну, смотрите, мне теперь... Build будет происходить в дебаг релизе, поэтому я могу сборки делать, но это только для демонстрации. Я вас призываю все-таки делать обе-менуги пакет, который, естественно, нужно билдить в релизе. Я сюда теперь добавлю сборку. Ну, давайте сделаем по-простому. Я сделаю сюда референс через вот такую штуку, где он ландброс. Здесь у меня есть, собственно, та самая Shell. Здесь есть вот контракты. Здесь есть бин, есть дебаг, есть еще вот эти самые контракты. Я добавлю в плагин ссылку на контракты. Ну, вот таким вот образом, чтобы у меня это все заработало. И теоретически вот эта сборка нашлась, потому что у меня есть вот эта ассемблия, то есть мои контракты. Если бы это был нудит пакет, я бы его просто сюда установил. И теперь примерно то же самое я сделаю и для... Подождите, где? Вот он. У меня вот здесь вот ошибки. Да. Теперь мне нужно вот в мою вот эту вот файлу лоадер добавить также референс. Ну, так, нет, мне нужен он, вот, контракты. Окей. И теперь, соответственно, у меня все соберется. Более того, это, по идее, должно заработать. Давайте... А, нет, еще что-то есть ошибки какие-то. Ну, естественно, да. Давайте соберем эту сборку в файл лодер. Давайте в релизе его тоже соберем. Вот, теперь найдем здесь вот этот вот бин, релиз. И я хочу вот эту сборку в файл лодер забрать. Положить в shell. Вот там shell в плагине. Соответственно, веб, которая была старая, я ее отсюда удалю. И такое же действие нужно проделать для лайбрари. Здесь у меня тоже давайте сделаем релиз. Бин. Ну, в качестве эксперимента... Так, у меня есть ошибки какие-то. А, ну да, естественно. В качестве эксперимента можно не переключать на релиз, но это, обращать внимание, это всего лишь привычка. Сейчас я таким вот образом все собираю. Релиз. Да, собрался. Быстрая кнопка на открытие проекта. Релиз. Так, 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 так. Вот, лайбрари, Ctrl-C, можно закрыть. И, соответственно, тоже скопировать ее в плагины до замены. Итак, у меня есть два плагина, которые... Один просто сборка, другой сборка с рядом с тестовой штукой. И я запускаю этот проект. Теоретически, с точки зрения банальной радиации, мне должно все работать, но не работать. Подозреваю, что у меня, скорее всего, вот здесь нету ссылки, да, на контракты. Давайте добавим, запустим. И, да, все запустилось, все работает. Давайте проверим, что это действительно так. Да, здесь работает. И да, видимо, да, здесь тоже. То есть плагины работают, и это чудно и замечательно. Далее, давайте сделаем следующее. Ну, раз у нас есть плагинов, то я бы хотел сделать такой метод или такой функционал, который позволит мне узнать список подключенных плагинов, ну, возможно, даже с какими-то детализированными данными. Давайте сделаем эту штуку. Из чего же следует начать? Ну, нам нужна библиотека контрактов, где мы будем создавать какой-нибудь iPlugin, ой, допустим, плагин сервис, да, ну, или там менеджер, или, не знаю, информатор, не знаю, как вы назовете, я назову его так. Итак, у меня есть так называемый плагин сервис, что в нем должно быть. Ну, теоретически я хочу получить список плагинов, как я и сказал, ой, плагинс, вообще нет плагинс. Мне нужно определить тип, пусть это будет aenumerable, и тип, наверное, будет, ну, теоретически можно получить строку, которая будет говорить о том, что в этой строке можно, вернее, запихнуть все что угодно, ну, это называется злоупотребление примитивами, поэтому я не буду использовать стринг, я здесь буду использовать другой интерфейс, который называется iVersion. info, например, вот такой вот, вот, info. И этот интерфейс, конечно же, создан. В общем, я буду получать список плагинов, которые будут показывать информацию, ну, например, здесь у нас будет стринг, который скажет, что у меня, так, пусть будет version, да, я сделаю таким вот образом, пусть у меня будет здесь еще один, который называется параметр name, да, ну, и, возможно, я захочу сделать какой-нибудь дескрипшн, пусть называется, в котором будет информация про то, что это за плагин, и с чем его едят, и, в общем, вот такой вот вариант. Давайте я его внизу в отдельный файл. Ну, и теперь, для того, чтобы мне реализовать эту штуку, мне нужно сделать вот этот самый вот сервис, давайте я его пересоберу, пусть это будет дебаг уже, неважно, хотя очень вам не рекомендую использовать дебаг в плагинах, он же всегда релиз. Теперь мне нужен другой проект, который называется library, здесь, по идее, ну, если я вот так вот пересоберу, то у меня появится доступ к этому самому файлу, который, к этому интерфейсу, который появился в новой сборке. Давайте пока вот таким вот образом я назову, и здесь создан какой-нибудь, давайте проверим, что он подключился, и, соответственно, давайте так и назовем его сервис, version.info. И, соответственно, мне нужно реализовать этот интерфейс вот таким вот образом. Ну, давайте сделаем вот так. Нейм. Так, этот нейм у меня называется... Так, что это? Это Gritting Service. Так назовем его. Давайте я ленивый. Я сделаю так вот. Get Type. Ну, Type, наверное, нет, не получится, да? Ну, ладно, не будем. Сделаем вот так вот. Пусть он называется... Гритин сервис модуль. Вот так вот будем писать. Второй, description. Ну, давайте тоже сделаем короткую такую информацию. Модуль from класс какой-нибудь. Либрари, да? Вот так вот. Ой, Либрари. И, соответственно, версия... Ну, давайте какую-нибудь тоже такую интересную версию напишем. Один, ноль, ноль. Вот такая вот интересная версия. Ну, и, соответственно, примерно такую же штуку мне нужно реализовать, соответственно, во втором плагине. И это тоже можно сделать легко. Давайте я пересоберу, чтобы здесь появилась обновленная информация. Я могу здесь создать вот такой файл. Ну, пока я его тоже назову по образу и подобию, неважно как. Упс. Нет, как раз важно. Так, один момент. Еще раз. C-Sharp точка C-Sharp. Да, вот он. И вот здесь. Как-то вот так, да? И это у нас называется файл-контент-лоader-сервис-модуль. Вот пусть так. И мы назовем его класс-лайбрари, класс-асп.нет-корф-вид-ап-дефи-нишенс. Вот такая штука. Ну, и пусть у меня версия будет, чтобы отличалась какой-нибудь 1, 0, 1. Все. С этим все. Но это еще не конец, потому что мне нужно сделать еще один. Ну, давайте я вот для начала переименую, чтобы он назывался должным образом. И, соответственно, переименую его вот здесь, чтобы он назывался, соответственно, правильно. Ну, давайте тогда с этого начнем. У меня есть интерфейс 5, там, сделаем класс. Назову его. Ну, нет. Здесь мне больше ничего делать не нужно. Что-то я расслабился. Понравилось класса создавать. Смотрите, мне теперь нужно что сделать? Мне нужно, чтобы каждый сервис знал, что у меня есть информация... То есть, нет, не так. Мне теперь нужно, чтобы мой шелл знал про то, что у меня есть iVersion.info. И мне для этого нужно сделать следующее. Ну, во-первых, самый простой вариант. Grid and Definition. Это здесь добавить как раз вот этот вот iServiceVersion.info. Как раз тот самый iVersion.info, как он там назывался. А, ServiceVersion.info. Ну, давайте попроще. Мы и так знаем, что это сервис. Вот так вот. Пусть у меня будет вот такой вот. Да. И, соответственно, мне нужно сделать это и в другом. модуле. И я тоже воспользуюсь вот этим вот low definition и просто здесь зарегистрировал. Теоретически, опять же, с точки зрения банальной удиции, можно сделать новый definition, который он снова выполнен. То есть, на количество definition вы, в общем-то, вообще никак не ограничены. Тут как бы от вашей фантазии, ну и, может быть, даже от архитектурных, так сказать, нюансов зависит реализация. Итак, я сделал injection с информацией о том, что это будет. Теперь самым главным образом мне нужно это получить. Давайте я пока пересоберу весь проект. Откроем, собственно, папку нужную. Возьмем, так, я в релизе, давайте заберем релиз. Сборка называется File Loader. Напоминаю, что плагин с контрактами мне не нужен, потому что он есть в Shell. Так, идем в Shell. Складываем в плагин. Новую версию. Да, заменить. Это я вставил что? Это я вставил File Loader. Теперь мне нужно в Libre сделать то же самое. Build. Кнопка Shotcut, открывающая мой проект. Давайте это. Удалим. Скопируем. И заберем также вот этот DLL. Это мне больше не потребуется. А вот сюда. А вставим как раз да. Ну, теперь у меня есть сборки, которые могут сказаться по свою версию. И мне нужно их получить. Ну, что для этого нужно? Я сделал очень просто. Здесь у меня есть вебкат Definition Endpoint. Давайте я создам еще один version. Или давайте вот так вот. Plugins. Ну, конечно же, с большой буквы. Endpoint. Вот такой вот Point. Ну, и здесь я его опять же и сделаю, что это у меня App Definition. Здесь я сделаю override, сделаю application, и сделаю app, map, get. Вот как раз здесь сделаю plugins. И здесь мне нужен как раз тот самый какой-то интерфейс. Как-то лямбда-выражение, скажем так, которое должно показать мне мои, собственно говоря, версии. Как это сделать? У меня есть один интерфейс и несколько реализаций. И для этого я могу реализовать вот такую. IEnumerable. Сейчас, секунду. Enumerable. То есть я хочу получить пачку Iversion.info. И это будут plugins. Давайте вот так вот их назовем. Вот. И, соответственно, я могу сказать, что у меня сюда инжектятся эти plugins. И я могу сказать return plugins. В общем-то, вот таким вот образом. Ну, посмотрите, у меня есть здесь, допустим, вот так вот турист. И, соответственно, у меня здесь есть информация о том, давайте даже вот так покажу. Здесь у меня есть по каждому сервису информация о том, что есть name, description, version, поэтому мне этого, в принципе, будет достаточно. Ну, это как вариант. Теоретически, можно здесь сказать, что возвращаете result. С. Result. Вот. И сказать окей. И в него вернуть. Ну, на самом деле, это очень гибко болезнь. Можно сделать типизированный результ. В общем, смотрите, тут как бы на ваше усмотрение. Я пока сделаю попросту. Ну, оставлю так, бокс. На самом деле, даже и не важно. Вот. Точка в коис. В конечном итоге я хочу получить список версий, которые выдают мои плагины. И я сейчас запускаю, собственно говоря, проект. Я вижу, что у меня появился плагин. Я нажимаю, ну, и как видите, я здесь вижу информацию с каждого плагина, собранное, которое реализовано непосредственно уже в самом плагине на основании интерфейсов, которые лежат в контрактах, которые лежат выше уровня Shell. Ну, и вот, наверное, что я показал на данном сегодняшнем видео. Вот так вот, да? В общем, красиво показал. Вот. Ну, и отсюда, собственно говоря, можно развивать тему, двигаться дальше. Можно, возможно, в следующем видео будет информация про то, как сделать взаимодействие между плагинами, чтобы один плагин мог другому плагину передавать информацию. В общем, это тоже, на самом деле, легко и просто сделать. Так, на этом все, друзья. А то я уже затянул видео. Вам всего доброго и пишите правильный код. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!